В последние годы жизни земной отец Глеб провел у нас в портале почти безвылазно. Пока у нас еще был офис, какую-то квартиру мы снимали. Потом, когда начались гонения по делу об экстремизме против меня и портала, то отец Глеб буквально за руку выводил меня в разные институции, к правозащитникам, к чиновникам, которые были еще доступны. Так что он сыграл огромную роль в моей судьбе. Когда-то еще в 1991 году он помог мне от армии, между прочим, не откосить, но как это назвать парламентски, реализовать мои законные права на, так сказать, уклонение от службы советской армии. Но, извините за лирическое отступление, доклад мой, так сказать, получился по принципу «текст победил автора». То есть я хотел достаточно узко, знаете так, технически разобрать некоторые кейсы миноритарных конфессий, гонений на них в России, как в этих кейсах, какую роль играет аргументация, связанная с религиозными убеждениями. Как чиновники, репрессивные органы берут на вооружение, ну как бы, православные или, я не знаю, общемонотеистические доктрины для того, чтобы уничтожать своих, так сказать, вот объектов преследования. Вот, отчасти об этом говорил Сергей Иваненко, что свидетели Иеговы так, как бы, привлекательно, соблазнительно для преследования, потому что они выпадают из догматического мейнстрима христианского, потому что они не тринитари, не исповедуют веру в Троицу. Вот, но получилось, что текст у меня, в общем, вышел из-под контроля, и я буду говорить вообще о религиозной мотивации современной репрессивной политике российских властей в целом. Вот об этой, так сказать, идеологии политправославия, военного православия, милитарной какой-то, так сказать, лексике, образах, которые они используют. В правозащитном сообществе, российском и международном, сложился устойчивый консенсус в оценке действий властей Российской Федерации в сфере так называемой религиозной политики. Эта оценка содержится в разнообразных ежегодных и специальных докладах таких авторитетных международных организаций, как Комиссия США по международной религиозной свободе, Эмности Интернешну, которая некоторых жертв религиозных преследований в России все-таки признает узниками совести. В докладах и заявлениях Московской Хельсинской группы информационно-аналитического центра СОВА, теперь еще и наш Якунинский комитет по каким-то отдельным случаям выступает со своими заявлениями, ну и других правозащитных организаций. Российский авторитарный режим, наращивающий градус своей жестокости и нетерпимости к инакомыслию, и по ряду признаков уже неотличима от тоталитарного, во всей красе проявляет себя и в этой деликатной сфере государственно-конфессиональных отношений, действуя грубо, прямолинейно, не обращая особого внимания на международное и национальное законодательство. Методы и лозунги религиозной политики современных российских властей вызывают прямые параллели с периодами активных атеистических кампаний советского времени, когда, собственно, и стал известен отец Глеб и когда началась его активная правозащитная деятельность. Несмотря на то, что Российская Конституция декларирует светский характер РФ и равные права всех религиозных объединений на практике и в правоприменении, в официальной пропаганде, имеет место разделение и даже противопоставление близких режиму традиционных конфессий, традиционных кавычках, и религиозных меньшинств, чьи права в разной степени ограничиваются или попираются. Этот антиконституционный принцип проник даже в принятый еще в 1997 году федеральный закон о свободе совести. Правда, первоначальной версии этого закона осталось не так много, туда внесены десятки дополнений, изменений, но осталась преамбула, в которой и выделены те самые четыре традиционных конфессии, которым государство обеспечивает режим максимального благоприятствования. Это православие, ислам, иудаизм и буддизм. Однако на практике по традиционными конфессиями понимаются даже не конфессии в религиовическом смысле этого слова, то есть не вероисповедания как таковые, а конкретные религиозно-административные структуры или даже органы этих структур, как, например, московской патриархии, как правило, созданные в советские времена под полным контролем НКВД, КГБ. Но вот московская патриархия возникла, как мы помним, в рамках новой религиозной политики Сталина в 43-45 годах в связи с определенными военными и послевоенными стратегическими задачами Советского Союза. Несмотря на то, что РПЦ МП подвергается на протяжении всей своей истории систематической критики со стороны более традиционных направлений православия, российские власти рассматривают православные религиозные организации, не входящие в РПЦ МП, то есть альтернативные, как нетрадиционные, неканонические и раскольнические, подвергая их точно таким же гонениям и дискриминациям, как и так называемые тоталитарные секты и новые религиозные движения. В этом контексте вполне естественно, что религиозные структуры, признанные традиционными, вносят огромный вклад в формирование идеологических нарративов и практик религиозной политики российских властей, предоставляя в их распоряжении различные в кавычках «богословские», канонические, исторические концепты и аргументы, обосновывающие и оправдывающие практику религиозных, а теперь уже иногда и политических гонений. Этому симбиозу идеологии РПЦ МП и религиозной политики путинского режима совместно в симфонии, осуществляющих системные преследования более-менее независимых форм религиозной жизни в стране, я и посвятил свой доклад. Базовым концептом, обосновывающим репрессивную идеологию РПЦ МП и транслируемым ею госструктурам, является доктрина цивилизационного национализма. Этот термин предложил еще в 2012 году Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра СОВА, наш коллега в статье об идеологии патриарха Кирилла. Эта доктрина цивилизационного национализма как бы противопоставляется западному мультикультурализму и либеральным ценностям вообще, в том числе и особенно правам человека, который, как мы все помним, патриарх Кирилл однажды назвал ересью прав человека. Исходный пункт цивилизационного национализма или я его еще называю мессианским империализмом, ну, измы, наверное, не так уж и важны, вот исходный пункт этой идеологии признания россиян как политической нации в целом православным народом, созданным православием и не имеющим других ценностей, кроме православных. На почве этого утверждения Кирилл добивается переосмысления всей политики и стратегии развития страны в духе цивилизационного национализма. Нехитрые лозунги этой доктрины подхватываются пропагандистами режима и используются для оправдания его геополитических авантюр в Сирии, в Украине, на Кавказе, ну и вообще по всему миру. При этом, собственно, православную традицию, воспринимаемую как религиозную субкультуру воцерковленных христиан, патриарх Кирилл рассматривает довольно скептически, иногда подвергает критике даже некоторой иронии. Я думаю, в этом он наследует традиции своего наставника, митрополита Никодима Ротова и понимает под православием не столько вероучения или какой-то там уклад церковного благочестия, обрядов, традиций вот таких бытовых, сколько геополитический проект, целью которого является глобальное доминирование Российской Федерации. Ну а во вторую очередь под этим политправославием понимается система нормы запретов, позволяющих власти держать повиновение населения при крайне низком уровне социальных обязательств и в условиях перманентного экономического коллапса. Вполне естественно, что такое политправославие, как каркас тоталитарного клептократического режима с глобальными амбициями, может утверждаться не иначе, как с помощью массовых репрессий несогласных и разжигания атмосферы вражды и ненависти в обществе. Еще позволю себе процитировать ученого из Высшей школы экономики Алексея Зыгманта, который в статье 2014 года «Проблематика насилия в РПЦ в постсоветский период» отмечал, что проповедь московского патриархата формирует в российском обществе дуалистическую картину мира, подразумевающую активный поиск таинственных, но очень мощных темных сил как вовне, так и особенно внутри России. Противостояние темным силам при этом описывается в исключительно милитарной стилистике, что особенно ярко проявилось на начальной фазе военного конфликта на Донбассе, когда разнообразные деятели РПЦ МП призывали на священную брань за Святую Русь против антихристового Запада, якобы поработившего Украину. Весьма популярная среди фундаменталистов в РПЦ МП проповедь ныне арестованного с хиегумена Сергия Романова также сводилась к призывам с оружием в руках изгонять нечисть со Святой Руси, в том числе и с самых высших эшелонов власти. Даже в отсутствии активных военных действий с участием Российской Федерации градус милитаризма в публицистике РПЦ МП не спадает. Например, популярный в православно-патриотической среде дьякон Илья Маслов, обращаясь к Путину, от лица православной общественности заклинает его именем Бога. Цитирую. Нынешняя конфронтация с Западом имеет религиозное измерение. Вкладывайте еще больше в милитаризацию. Мы потерпим не впервой. На днях, кстати, красноярский митрополит Пантелеймон тоже выступил с аналогичным призывом, что мы готовы к голоду, к различным страданиям, лишь бы американский сапог не топтал российскую землю, дескать, наращивайте мускулы, продолжайте гонку вооружений. Общим местом даже официальных публикаций Московской Патриархии являются параноидальные утверждения о ведущейся в России силами врагов России масштабной войне против Церкви. Причем в устах Патриарха Кирилла этот тезис звучит как прямая аллюзия на учение Сталина об усилении классовой борьбы по мере строительства социализма, по мере приближения к коммунизму. Потому что масштабная война против Церкви ведется на фоне духовного возрождения, строительства храмов, второго крещения Руси. Один из идеологов Московской Патриархии, профессор Александр Щепков, доходит в развитие этой риторики до крайних форм конспирологии, называя критику в адрес РПЦ терактом и обвиняя весь Запад и всю российскую оппозицию, а также примкнувших к ним раскольников и сектантов, в тотальной войне на уничтожение православия. Подобные взвинчивания риторики и деформации восприятия реальности, на мой взгляд, чреваты вообще какими-то психическими расстройствами, психическими проблемами. Вооруженные силы являются главным рецепиентом этой идеологии православной войны до победного конца, вплоть до глобальной ядерной катастрофы. Вспомним про теория Всеволода Чаплина, который скончался в январе прошлого года, он был многолетним заместителем Кирилла Гундяева по отделу внешнецерковных связей, а затем сам возглавлял синодальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества. Вот отец Всеволод был одержим идеей глобальной войны, повторял, что есть ценности для православных, ради которых уничтожение всего человечества является допустимым таким событием. Отец Всеволод постоянно призывал к агрессивной войне с использованием ядерного оружия, к массовым расстрелам, к милитаризации российского общества, что, понятно, составляет и уголовное преступление, но и свидетельствует о некотором психическом расстройстве этого высокопоставленного церковного чиновника. Тем не менее, его слова никогда официально не опровергались московским патриархатам. Заметим, что, значит, отец Всеволод служил в центре Москвы в одном из центральных храмов до самого конца своей жизни. На этом фоне уже и не удивляет наполненный противоречивыми символами главный храм вооруженных сил РФ подмосковной Кубинки, двукратное открытие которого то освящение патриархом, то прибытие Путина, стали одним из главных событий, одним из главных событий религиозно-общественной жизни прошлого года. В росписях этого храма используются как богоборческие символы, которые раньше вроде не воспринимались даже официальным православием, так и различные мифологические сюжеты, связанные, например, с облетами вокруг городов Москвы, Ленинграда, Сталинграда с чудотворными иконами Божьей Матери, и другие эпизоды, которые опровергнуты официальной исторической наукой. Само появление такого объекта, выпиющее антиконституционно, поскольку вооруженные силы в России не формируются по конфессиональному принципу, отделены от религии. Более того, закон даже запрещает деятельность религиозных организаций, создание религиозных организаций в вооруженных силах. Я воспринимаю этот храм как своего рода полигон по отработке нового позиционирования православия не как веры, не как практического благочестия, ведь выстроенные на богослужениях солдаты и офицеры не участвуют там в молитвах и не принимают церковных таинств. Это своего рода новый государственный ритуал, служащий тестом на лояльность для военнослужащих и как бы придающий высшую санкцию на их деятельность, в том числе на те виды деятельности, которые могут быть связаны с исполнением преступных приказов. Опять-таки в полном противоречии с Конституцией в большинстве воинских частей светского российского государства построены храмы РПЦМП, а в штат Министерства обороны приняты клирики на должности замкомандиров подразделений, причем они получают довольствие из госбюджета, которое необходимо как-то отрабатывать с помощью проповеди и прочего окормления, направленного на укрепление обороноспособности и на оправдание войн, в которых Российская Федерация участвует в разных регионах земного шара. Ради государственного статуса и его исполнения доктрины цивилизационного национализма РПЦМП отказалась и от той незначительной свободы действий, которые она, оставаясь религиозной организацией, могла бы сохранять в условиях жесткого авторитарного режима. Юридическая формализация отказа РПЦМП от своей идентичности религиозной организации стали многочисленные соглашения о сотрудничестве, подписанные ею со всеми силовыми структурами, включая МВД, Росгвардию, ФСИН и другие. К сожалению, в стандартной правозащитной критике этих соглашений не замечают тот факт, что сторона РПЦМП берет на себя определенные обязательства, ставящие ее в абсолютное подчинение военным и репрессивным установкам режима, то есть обязывающие ее участвовать в этой военной и репрессивной политике. Позиция... Ну, все мы помним позицию патриарха Кирилла по делу Пусси Райт в 2012 году. Простить было бы некорректно появление 148-й статьи в Уголовном кодексе оскорбления чувств верующих, который страдает полной правовой неопределенностью, о чем, я думаю, сегодня еще скажут наши коллеги. На мой взгляд, именно патриарх и его структуры отвечают за появление целого нового репрессивного направления в законодательстве, жертвами которого стали уже несколько десятков человек, но в основном это блогеры или подростки, которые ловили покемонов, как мы помним. При этом чувство самих атеистов, агностиков закон никак не защищает. Из гораздо более обширной судебной практики по статьям 280 и 282 УК РФ видно влияние духовно-милитарной идеологии РПЦ и МП, по крайней мере, на стадии экспертиз, которые потом ложатся в основу приговоров. Обычно в экспертных заключениях, я и сам через это проходил в 2014 году, вражда, разжигание вражды и экстремизм так или иначе отождествляются с оскорблением чувств верующих, как правило, московской патриархии, но реже и других традиционных конфессий. Принцип правовой неопределенности не позволяет провести четкие границы между составами преступлений по статьям 148, 280 и 282 УК РФ. В некоторых российских регионах к проведению религиовических экспертиз привлекаются лица, имеющие духовное образование, а с принятием государственного стандарта патеологии число таких лиц уже с признанными государством учеными степенями будет только возрастать. В качестве основных экспертных центров, в кавычках, поставляющих правоохранительной системе методические указания по обоснованию репрессий и накомыслящих, РПЦ МП представляет Центр Святого Иринея Леонского во главе с Александром Дворкиным, который, кстати сказать, много лет возглавлял экспертный совет по проведению государственной религиовической экспертизы при Министерстве юстиции РФ. Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора, который возглавляет Роман Силантьев, в этом центре под правозащитой понимают отстаивание интересов Московского Патриархата в разных спорных ситуациях, когда, например, надо бороться с гражданским обществом за строительство очередного объекта в какой-то зеленой зоне. Также действуют разного рода миссионерские отделы на центральном, синодальном, епархиальном уровнях, которые ведут активную борьбу с религиозными меньшинствами, участвуют в экспертной деятельности, привлекаются в качестве свидетелей сотрудники этих отделов к судебным процессам. Примеров таких можно очень много приводить. Список жертв, преследований, основанных на вот таких вот религиозно мотивированных экспертизах уже сложился и не меняется в течение нескольких последних лет. Это свидетели Иеговы, новые религиозные движения, некоторые протестанты, особенно пятидесятники и харизматы, некоторые мусульмане и, конечно, альтернативные православные. На сегодня общественном мемориале 298 человек, я посмотрел позавчера обновление этого списка, признаны политзаключенными, преследуемыми за религию. Среди них преобладают свидетели Иеговы и предполагаемые последователи мусульманских движений Хизбут-Тахрир, Таблиги-Джамат, ну и прочие мусульмане, не входящие в эти движения. Так, у меня еще есть, да, немножко времени? Актуальная политическая повестка. Еще 8 минут. 8 минут, да? Так, теперь об актуальной политической повестке, которая существует в России, и об участии РПЦМП в борьбе с политическими накомыслиями. Вот тот идейный инструментарий, о котором я говорил выше, применяется и кладется в обоснование репрессий против гражданских активистов и групп, которые режим считает опасными для себя. Ну, понятно, что в контексте нынешнего года надо говорить, прежде всего, о последователях Алексея, о сторонниках Алексея Навального. О недопустимости поддержки Навального несколько раз говорил в эфире канала «Россия-24» митрополита Ларион Алфеев, ставший главным спикером Московской патриархии, поскольку патриарх ушел в долгую и глубокую самоизоляцию. Характерно, что, несмотря на беспрецедентный размах репрессий против протестующих, мы с вами помним, что в конце января и начале февраля было арестовано более 11 тысяч, задержано более 11 тысяч участников вот этих событий, протестных акций. На этот раз в Московской патриархии не нашлось даже небольшой группы духовенства, которая выступила бы с каким-то печалованием, с защитой неправильно задержанных, как это было в 2019 году во время московских протестов. Тогда все-таки нашлось 150 клириков, которые подписали такое осторожное, но все-таки довольно однозначное письмо в поддержку жертв вот этого насилия на улицах Москвы. Получается, что право печалования, которое даже прописано в уставе РПЦ, сейчас полностью парализовано. Зато в среде влиятельного духовенства РПЦ-МП возникло неформальное соревнование. Кто придумает более жесткие, более жесткие, суровые кары для людей, посмевших, особенно молодежи, посмевших выйти на улицы с критикой Путина. В качестве примера я хотел привести считающегося интеллектуалом настоятеля Александра Невского собора в Новосибирске, он же вице-президент Российской Ассоциации Центров по изучению религии и сект, глава миссионерского отдела епархии, член Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма, Новосибирской области лауреат премии МВД, протерея Александра Новопаша. Он прокомментировал последнее слово Навального 20 февраля, где, как мы все помним, он цитировал Евангелие и свою миссию обосновывал на заповеди блаженства, которую дал Иисус Христос. Так вот, отец Александр говорит, что Навальный искорежил Писание своей греховной душой, подминая его под себя и заверил от лица церкви, что Навальный не христианин. Ну, можно еще ряд высказываний процитировать. Некоторые клирики даже призывали к расстрелу Навального. Один священник сказал, что если бы я стал президентом, первый указ, который я подписал, это был бы указ о расстреле Навального. Вот. На мой взгляд, это свидетельствует об утрате структурой, структурами РПЦМП, самой способности признавать христианином человека, исповедующего веру во Христа, если только этот человек говорит об очевидных преступлениях власти, то есть исполняет так называемое пророческое служение церкви, обличающее неправду этого мира. Соответственно, вера во Христа сама по себе не представляет никакой ценности для политправославия. И невольно напрашивается вопрос, а может быть традиционность конфессии в современной РФ определяется в первую очередь уровнем ее антирелигиозности и готовности оправдать любое зло политического режима, еще одной значительно репрессируемой и стигматизированной группой в российском обществе являются лица с так называемой нетрадиционной сексуальной ориентацией. Теперь их принято обозначать как ЛГБТК+. Идеологическая основа репрессии, вылившаяся в известный закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, заложена в принятых еще Архиерейским собором РПЦТ-МП 2000 года основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Там есть такие слова в этих основах. Точнее, даже не слова, а призыв государству и некоторым силам общества, ну, видимо, имеется в виду, простите, здоровые силы общества, бороться с пропагандой гомосексуализма. Хотя в своих внутренних закрытых сообществах, как мы знаем, среди епископатов, монастырях, в некоторых духовных школах РПЦМП сформировала даже свою особую гей-культуру наподобие армейской или тюремной, в светском обществе. Именно она выступает инициатором жестких кампаний против ЛГБТК+. Поддерживает и благословляет парамилитарные движения наподобие 40-40, СССР, осуществляющие прямое насилие в отношении лиц с ценой сексуальной ориентации. Даже в случае выходящего за всякие разумные рамки уголовного насилия против этих лиц, доходящего до убийств, как это имеет место в Чечне, РПЦМП не высказывает своего отношения к таким преступлениям на почве вот именно такого рода ненависти. Более того, идеологи Московского патриархата даже разрабатывают псевдобогословские конструкции, доказывающие, что Христос якобы не призывает любить всех людей и, в частности, врагов. Часть таких построений исходит из того, что возможно расчеловечивание человека, например, через ту же ЛГБТ-практику. А значит, на такого нелюдя больше не распространяются заповеди Евангелия. Другая же часть подобных теоретиков опирается на имперское православие синодальной эпохи, квинтэссенцией которого является знаменитая формула канонизированного в РПЦ митрополита Филарета Дроздова «Бей врагов Отечества». Вот на днях я услышал проповедь идеолога Белорусской православной церкви Московского патриархата про Терей Андрея Лемешенко, который высказывал свое учение о том, что врагов Отечества любить нельзя, цитирую буквально, а учитывая, что большинство врагов Отечества, как известно, скрытые, определяет и выявляет этих врагов государство, государственная власть, Россия окружена кольцом врагов. Получается, что политправославие учит не любить большую часть людей, живущих на земле. В таком учении, конечно, трудно увидеть даже тень Евангелия и тень какого-то, так сказать, нравственного, здорового чувства. Перехожу к выводам. Вывод номер один. Степень традиционности конфессии в современной РФ, подразумевающей привилегированный статус этой конфессии, определяется не вероучением, не каноническим статусом или историческим правоприемством этой конфессии, а ее статусом административно-политическим и деятельным участием в укреплении режима. Второе. Режим нуждается в доктринальном оправдании своих преступлений. В первую очередь, неоправданного насилия, оправдании неоправданного насилия против оппозиции независимо гражданских институтов как бы от лица авторитетной духовной традиции. И РПЦМП охотно обслуживает этот заказ, невзирая на дух и заповеди Евангелия. И третий вывод. Все это ведет к постепенной утрате традиционными конфессиями, в первую очередь РПЦМП, своей религиозной идентичности, когда объединяющим признаком для членов этой конфессии является уже не общая вера, а своего рода партийная принадлежность. Благодарю за внимание. Извините, что читал, потому что хотел уложиться строго в полчаса отведенного времени.